Приветствую вас. Для начала вам очень хотелось бы задать вопрос. Что делать, чтобы что? Как поступить, чтобы что? Что делать с мамой, чтобы что? Цель какая всего этого? Спасти вашу маму вряд ли получится. Потому что, как я уверен, сказали мои коллеги, она должна сама захотеть освободиться. Она должна сама захотеть, как бы, начать менять свою жизнь. Она взрослый человек, и вы ее, к сожалению, не отправите при этом желании. Вот. То, что вы реально можете сделать, это, например, дать ей понять, куда ведет ее поведение. То есть, как бы, оставить ее одну в этом. Это вы и сделать, в принципе, можете. Отдавиться, отстраниться. Вот. Это вот то, что реально вам по силам сделал. Ну и все. Вариантов тут, на самом деле, больше и больше нет. Ваша мама еще раз, да, она взрослый человек. И она привыкла так жить. И она, скорее всего, будет так жить. Она будет так жить. Она будет так жить дальше. Вот. Возможно, даже всю жизнь. Понимаете? Ну вот. А я бы сказал, что вот помимо, помимо цели, да, помимо цели, то есть, что делать, чтобы что, и конкретной проработки этой цели, цели, да, то есть, что я хочу, что мне нужно. Вообще. Конкретно. Что для меня, там, важно, да. Вот помимо этого, помимо этих аспектов, мне кажется, что вы тоже, знаете, мне кажется, что вы тоже, знаете, мне кажется, что вы тоже, зависимая, вы, вы такая же зависимая, да, как и ваша мама, на самом деле. Ну, конечно, конечно, вопрос заключается в том, готовы ли вы это признать, вопрос заключается в этом. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что вы такая же зависимая, вот, как и ваша мама. И, в первую очередь, нужно вам, может, подумать о себе. В первую очередь, вам нужно решить, чего вы хотите для себя, отстроить личные границы. Вот. Понимаете, что делать нужно? Отстроить личные границы и вот уже тогда вести диалог с людьми. Ну, с любимыми людьми. То есть, перестать, например, спасать. Да, то есть, вот. Ваша мама, она, созависимая, ваша мама. Вот. И вы, соответственно, ну, как бы, принимаете у неё модель поведения. Я думаю, это вряд ли может быть по-другому, правильно. Вот. Ну, и вот. Вот. Ааааа. Ну, нужно отдадовать ходить. Грубо говоря, грубо говоря. То есть, не спасать, да, кого-то, а сначала думать о себе. Вот. Ну, и... И в этом плане я рекомендовал бы вам подумать немножечко о своей самооценке, да, я рекомендовал бы вам подумать о том, что вы о себе думаете, что вы вообще для себя хотите, вот, ну и хотите ли вообще чего-то, чего-либо для себя, вот, если да, то чего и вот, собственно, начать в этом направлении двигаться, потому что, понимаете, ваш отец не уважал выбор вашей мамы, да, и не уважал все, что она делает, и вы, соответственно, не уважаете выбор своей мамы, хотя то, что она делает, это такой же, точно такой же выбор, это точно такой же выбор. Да, он там нехороший может быть, да, он там может быть с дефектами, но это выбор, и вам его нужно принять, этот выбор, потому что это выбор вашей мамы. Вот. Дальше. В вопросах, значит, отношения к отцу. Чувствуется, что тема болезненная для вас. Вот. Я ни в коем случае не хочу сказать, что вы прямо как-то где-то не правы, да, ну, в своем восприятии, в своем поведении и так далее. Вот. Но, все же, все же, хотелось бы вам просто, ну, как бы, немножко напомнить, вот. Даже не напомнить, а просто сказать, просто сказать вам о том, что вот то, что вы делаете сейчас, то, что вы делаете, вы обесцениваете, ну или можно выразиться и так, демонизируете, да, демонизируете своего отца. Вот. То есть эта позиция, она очень порочна. Вот. Потому что на ненависти к отцу, на непринятии, на непринятии отца, далеко вы не уедете. То есть копить свою ненависть, обиду, злость, боль и так далее, это вот не то, что даст вам радость и не то, что позволит устраивать отношения с мужчинами дальше, в дальнейшем адекватно. Понимаете? Вот. Поэтому лучше будет, если вы все-таки с психологом, я не знаю, работали ли вы с психологом или нет, будет лучше, если вы с психологом поработаете на эту тему. На тему именно, ну как бы изменение отношения к отцу может быть. То есть его никто, его никто вас не заставляет любить. Вот. Но, отвергать его, отвержение, это очень плохой признак. Это может оказаться существенное влияние на взаимодействие, на ваше взаимодействие с мужчинами. Вот. Поэтому, если вы хотите, чтобы отношения с мужчинами у вас складывались хорошо, если вы хотите, чтобы, ну, у вас, вы построили семью, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То, ну, наверное, в этом случае вам лучше будет все-таки с отцом, как он связь наладит, контакт. Вот. То есть перестать, грубо говоря, идеализировать, с одной стороны, идею спасения вашей мамы, а с другой стороны, обесценивать идею взаимодействия с отцом. Вот. Но при всей его негативности его поведения, это все равно еще ваш отец, как бы, как бы там ни было, он у вас один, да, и что-то я не увидел у вас подтверждения того, что у вас ведь еще какая-то родительская фигура. Вот. Которая, ну, на которую бы вы могли опереться, скажем так. Вот. Которая бы, ну, позволила вам, ну, быть в этом плане, в этом плане удовлетворенный. Вот. Мне кажется, что здесь могут быть проблемы, проблемы. Вот. Тем более, что вы говорите, что очень много позора натерпели с вашей обидой, очень много обид, всего такого. Вот. Я все это прекрасно понимаю. Вот. Я просто хочу, чтобы вы эти обиды себе не держали. Знаете, то, что вы пытаетесь спасти свою маму, да, и то, что вы, вот, по сути, оказались в тупике, это вот говорит о том, как раз, что в глубине души, да, то есть внутри, вот внутри, в себе, вы вполне возможно не отошли от позиции, от позиции жертвы, вы не отошли. Вы как же были жертвы, только сейчас вы, ну, скажем так, немножко отличаетесь от жертвы. То есть если раньше вы были жертвой чистой, чистая жертва была, когда с отцом вы взаимодействовали, если раньше вы были чистой жертвой, то сейчас вы соответственно по отношению к отцу стали спасителем. Вот. Но, по факту, к сожалению, мало что изменилось. Именно по факту, вот вообще я бы сказал, что ничего, ничего не изменилось. Вот с этой точки зрения вообще ничего не изменилось, с этой точки зрения все осталось так же. Вот. И пока это так, вам будет очень, очень, очень тяжело. Вот. Потому что, ну, а как? По-другому. То, что вы оказались в тупике, это, на мой взгляд, тоже не случайно, потому что вам нужен тупик, тупик. Вам нужно, чтобы у вас не было выхода. Вам нужно, чтобы вам, чтобы у вас не было выбора. Вам это прямо нужно. Вот. Опять же, я рад ошибаться, я рад быть не правым, не правым, вы поймите правильно, поймите правильно. У меня нет, как, какой-то цели обязательно, вот там, быть правым, быть правым и все, и все. Нет, на такой цели нет. Просто, тут есть именно тонкости, которые в данном случае определяют ваш, определяют ваши позиции. Вот. И вот всегда, когда человек высказывает такую идею, что вот мне надо, там, как, кого-то спасать, да, я хочу, там, спасти, там, маму и так далее. Вот. Это всегда укладывается в понимание треугольника Гартмена. Вот. Одно, о чем вы можете почитать, почитать, кстати говоря, про треугольник Гартмена, вы можете почитать. Можете почитать, в принципе, про психологическую игру в тупик, которая также имеет место быть у вас. Вот. Вот. Ну и, личная граница, самооценка, жизненные цели, ценности, вот. Вот. Это то, что вам, на что вам нужно обратить внимание. Самой. Самостоятельно. Не через маму. Вообще никак. Никак. Знаете, вообще никак не через маму. Мама здесь, ни при чем. Понимаете? Абсолютно. Мама здесь, она вообще никакой роли не играет. Мама это просто, ну, я сам скажу, что, что вы свою маму используете, да? Вот. Сами, сами того, не желая, может быть. Ну, я боюсь, что вы мне не поверите. Вот. Я боюсь, что вы мне не поверите. Хотя, если честно, хотел. Вот. Очень редко бывает, чтобы у созависимых родителей, потому что у вас отец тоже созависимый, не только мама созависимый, но и отец тоже. Вот. Очень редко бывает такая история, да? Что у созависимых родителей вырастает ребёнок, значит, ну, не созависимый. То есть, ну, или, там, без склонности к созависимому, что ли. Вот. Я вот это вот, ну, это, к сожалению, бывает очень редко. Вот. Вот. Поэтому, я вам поэтому и говорю, как бы, что ситуация, вот, она в том и заключается, что вам нужно думать о себе в первую очередь. Вот. Вот. Ага. Какая история. Вот. Вот так. Так вот, я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что мой ответ вам полезен был. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, буду рад помочь вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Там гуналов.